День добрый, уважаемые коллеги! Большой привет вам от иркутских психосоматиков, от нашей Байкальской психосоматической ассоциации. Поскольку задача нашего мероприятия – это образовательная, я бы хотел остановиться на нескольких практически важных моментах ведения пациентов. Конечно, многие аспекты останутся вне поля нашего зрения. Хочу обратить внимание, что в этом году мы с издателем ГАТАР-Медии переиздали в девятый раз психосоматику. Каждый год наша Байкальская психосоматическая ассоциация обновляет и усовершенствует клинические рекомендации по психосоматической медицине. Когда мы говорим о душевном состоянии, мы должны четко понимать, и врачи должны четко понимать, что есть модифицируемые, особенно тревожные и депрессивные расстройства, и есть немодифицируемые факторы, например, личность и черты. Их изменить нельзя, невозможно практически. Также невозможно повлиять существенно когнитивные нарушения и так далее. И, конечно, все основные исследования у нас сосредоточены на модифицируемых факторах душевного состояния. В первую очередь это депрессивное и тревожное расстройство. Тут уже иллюстрировались и своими исследованиями. И я здесь хотел показать метаанализ 17 больших исследований, которые показывают, что, хотя на приверженность влияет большое число факторов, надо сказать, тем не менее многофакторный анализ позволяет выделить независимое влияние, например, известное, типа личности Д. Ну и депрессии, само собой. И это очень важно, потому что тут уже коллеги иллюстрировали в целом не очень высокую приверженность к лечению даже тяжелых пациентов с коронарной болезнью. Другая проблема, очень также актуальная, широко используемая в научных исследованиях, это лечение антикоагулянтами у пациентов с фибрилляцией предсердий. И здесь вы также видите, что не в первый год, а во второй год эти оранжевые столбики приверженность значительно снижается у пациентов с психическими расстройствами. И в первую очередь, и более достоверно, намного более надежно эти данные у пациентов с депрессией. Любопытно, что не было достоверных различий с тревожными расстройствами, но это и понятно, потому что многие пациенты озабочены, беспокоятся и склонны даже порой избыточно принимать препараты, нежели игнорировать рекомендации врачей. Еще одна важная проблема, она довольно редко, кстати, учитывается в практической жизни, это взаимодействие разных препаратов. Я имею в виду в данном случае, например, популярную группу серотонинергических антидепрессантов и, в частности, антиаритмических препаратов. Если препараты метаболизируются одним путем, через один фермент преимущественно, который расположен, как известно, либо в печени, либо в кишечнике, то, соответственно, концентрация препарата повышается. С одной стороны, эффективность возрастает, но с другой стороны, побочные эффекты увеличиваются у нас. И вот эта проблема, которая в мире в определенной степени решена за счет электронных методов информации, там есть предупреждение специальное, то есть если пациент два препарата назначил, и там есть какие-то проблемы, сразу скапивает предупреждение для врача, чтобы он подумал, еще развесил дозы, необходимое сочетание этих препаратов и так далее. Более подробно, 12-е издание мы в этом году выпустили, лечение болезни в условиях коморбидности, и там есть разделы как раз по сочетанию. Ну и вот эта проблема, тесно связанная с жизнеопасными желудочками, аритмиями, интервал КУТЭ, и здесь вы видите классификацию, и довольно большая группа психотропных препаратов, включая такие популярные, как гидроксизин, например, эсциталопрам, они заметно могут повлиять на интервал КУТЭ. И в этом плане очень важно, чтобы врачи понимали, как работать с этими препаратами, тем более, что и наши кардиотропные препараты нередко тоже удлиняют интервал КУТЭ. И вот здесь есть показан, модифицированный нами алгоритм, как работать с этими состояниями, потому что пока, вот, к сожалению, у нас большой опыт работы со специалистами разного профиля. Несмотря на то, что мы обсуждаем эту проблему, если берем практические, да, вот, истории болезни смотрим, пациентов консультируем, то надо сказать, что в реальной жизни этому интервалу КУТЭ и, соответственно, риску внезапной смерти, этих же пациентов мы не видим, они погибают, и, в общем, дальше-то редко анализируется. Уделяется недостаточно внимания. Вот смотрите пример. Взяли гидроксизин, эсциталопрам. Часто-часто. Одна из самых частых комбинаций в лечении, например, генерационно-тревожного расстройства. Тиазид добавили, саталол добавили, инфекция присоединена с азитромицин добавили, а ведь все это увеличивает интервал КУТЭ. И что мы получим? Мы получим очень опасную ситуацию. А этой проблемы тоже касались, потому что, ну, по сути, это основная группа, которая влияет на бляшку. У нас препаратов, в общем, не так много, которые могут повлиять на причину коронарного атеросклероза и других вот локализаций. И вот эта проблема непереносимости. Сколько пациентов, вы знаете, у нас отказывается от приема ввиду возможных или придуманных проблем. И вот посмотрите, сравнивали частоту побочных эффектов в рандомизированных исследованиях, то есть там, где можно контролировать много факторов. И наблюдательных исследований, там, где не все факторы удается контролировать, даже основные. И посмотрите, какая чистота различия существенные практически более чем в три раза, да, побочных эффектов. То есть это, по сути, это не плацебо, да, а обратно на цебоэффект получается так, да. То есть это верование, убеждение, мнение пациентов, что препарат плохо работает, что он разрушает нашу печень. Это вот традиционная, распространенная среди пациентов позиция. И, конечно, еще одна проблема, она постоянно увеличивается, потому что все больше и больше у нас пациентов с разными электронными устройствами, имплантированными. Здесь, конечно, это, надо прямо сказать, это большой стресс для пациента. Имплантация инородного тела вызывает обычно во многих случаях не только расстройство адаптации, но и острое стрессовое расстройство, ну и, как следствие, посттравматическое стрессовое расстройство, которому внимание в практической жизни уделяется явно недостаточно. И вы, коллеги, которые занимаются психосоматикой, прекрасно об этом знаете. Вот посмотрите данные, да, то после имплантации кардиовертора-дефибриллятора появились выраженные симптомы. Это значит, там уже надо вмешиваться. Разряд. Да, проблема неадекватных разрядов, она постепенно решается ввиду совершенствования детекции и выявления реальных случаев желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков. Но даже и адекватный разряд, он же пациентам переносится очень тяжело. И смотрите, провели мониторинг такой до разряда, да, и после разряда понаблюдали за этим пациентами. И что увидели, что физическая активность падает, тревога возрастает, качество жизни падает. И это большая проблема, которой тоже следует уделять внимание при ведении этих пациентов, несомненно. Немножко отличается по структуре эмоциональной реакции у пациентов с дефибриллятором и кардиостимулятором. Надо сказать, что исследования в этой области идут активно, но там много еще белых пятен и особенно недостаточно практических рекомендаций для широкого круга врачей, чтобы они могли вести их адекватно и пользоваться имеющимися психотропными средствами. Ну и, конечно, вот почему психосоматика такая вот, она все равно на обочине пока у нас столбовых дорог медицинского развития. Не потому, что проблема не актуальна, что пациентов мало, да, то есть это для, по крайней мере, коллег, которые здесь участвуют, и многих слушателей, очевидная проблема. А проблема в том, что у нас, собственно говоря, нет организации, которая занималась бы продвижением этих знаний в практическую жизнь. Ну, например, есть у нас общество психосоматическое, психосоматическое, российское, которое бы координировало работу психосоматиков и несло свет, да, в широкие массы практических врачей. Нет. Рекомендации есть? Нет. Вот тот фрагмент, который коллегами упоминался, международных рекомендаций, ну, это практически ни о чем же, да, и он просто в тело профилактических рекомендаций встроен, там маленькие фрагменты случайным образом включены, и все. А системного подхода рекомендаций практически нет. Ну, вот мы попытались вот с коллегами из Байкальской психосоматической ассоциации вот проект создать, он на сайте у нас есть, мы даже рассылали его коллегам, чтобы нам объединить вместе усилия и российских, и белорусских, и других специалистов, чтобы все-таки создать рекомендации для практических врачей, ну, естественно, да, с уровнем, с степенью доказательной базы, и тогда, конечно, и практическим врачам легче будет использовать эти знания психосоматические, ну, и, безусловно, развиваться дальше. Ну, и хочу обратить внимание, что у нас 23-24 августа пройдет Азиатский конгресс психосоматической медицины, и несмотря на трудные и сложные времена, тем не менее, руководство Asian College of Psychosomatic Medicine подтвердило, да, что оно настроено все-таки, и будем проводить мы все-таки с локализацией в Иркутске у нас, но, учитывая сложность транспортная и финансовая, было принято, к сожалению, решение, что она будет проводиться онлайн только, и тем не менее, я приглашаю коллег. В ближайшее время мы уже окончательно сформируем требования к онлайн-мероприятиям, чтобы и Россия была достойно представлена, там будут коллеги, естественно, из Японии, Китая, с Кореи, из других азиатских стран, чтобы мы активно включились в работу международного психосоматического сообщества. Спасибо вам за внимание, коллеги.